Здравствуйте, друзья! У нас сегодня в гостях снова Аркадий Блюмин. Мы сколько месяц назад встречались, да? Будем считать месяц. Будем считать месяц. И мы подумали, что Аркадий может ответить на много вопросов, которые задают люди по старшим возрастам. Вот иммиграция, как она переносится людьми, которые постарше. И, соответственно, я помню, вы приехали в 58 лет, а сейчас вам 75. Поэтому Аркадий как бы прошел некоторый путь такой специфический. Слушайте, вам удалось связаться с этими родителями? Там девушка писала. Вот здесь просто замечательная ситуация. Да, давайте. Значит, я вам тогда сразу сказал, что пусть они со мной свяжутся. Да. Дал телефон. Да. Все. Ответа никакого. Никто со мной не связывался. Но я-то ведь со своей стороны уже начал сразу действовать. Так. Что я сделал? Я связался с Асей Крамер. Это главный редактор журнала вместе. Вон этот крик. И попросил ее, она же имеет контакты с местной джуйкой, с тем, чтобы она вывела меня на джуйку. И тогда уже я этих людей смогу свести непосредственно с джуйкой. И, может быть, какая-то помощь будет. Ася в тот же день мне ответила. Вот тебе телефон, Ляля Кац, руководительница русской дирекции, джуйки. Может, что-то, что сможет, она все сделает. Ну, давайте я... Ну, ответа никого. Я тогда скажу. Значит, и так, там была история, что женщина говорит, что и родители оказались волнут крики. 58-56 лет, папа пошел работать на стройку. В Конкорде. В Конкорде. Папа пошел работать на стройку, и там ему тяжело пришлось, он там здоровье подорвал. Значит, мама работает за 3 копейки где-то там в Индпашиве. И, в общем, у них деньги кончаются, им плохо, они никого не знают. Еще там целая история. Это отдельное видео есть. И я тогда побежал, вот я нашел, значит, Аркадия. Я говорю, вот так и так. Кроме того, еще один паренек там есть у нас обратился, но помоложе существенно. Он сказал, я готов к ним подъехать и так далее. Я дочери передал все. Может быть, я, пока мы тут сидим, гляну, если она мне что-то написала, потому что мы с ней общались на форуме «Говорим про ЮС», там, в личной переписке. Поэтому, ой, господи, так. Значит, может быть, она мне там что-то написала, я за выходные не посмотрел. Но давайте, может быть, вот в каком смысле мы обсудим. Вот эта ситуация, которая с ними произошла, вот, допустим, как типичная ситуация, годится так? Ну, в принципе, я не могу утверждать, что она типичная. Почему? Потому что по дальнейшем большинстве люди подходят к вопросу достаточно ответственно и готовятся, готовятся заранее. Что это значит? Прежде всего, учат язык. Язык, ребята, это едва ли не основной богатства, с которым вы можете сюда приехать. — Английский? — Да, конечно же. Без английского, ну, можете себе представить, самая примитивная задача, которая может стоять перед вами еще там. Несмотря на то, что возраст уже довольно серьезный, вы можете претендовать на какую-то работу. — Но у них это главная проблема, потому что они приехали с гринкартой, но они оба не говорят по-английски. И вот я смотрю нашу переписку, здесь три дня назад я, значит, там написал, мне говорят, спасибо, в какое время лучше обратиться. Я говорю, что вы на пенсии, а Андрей работает. Я говорю, звонить можно в любое время. И они не позвонили. — Никто не звонил, никто. Я в таком случае, может быть, вы дайте им мой имейл? — Дело не в этом. — Это уже будет проще связываться. — Им гораздо проще вам позвонить, пожилые люди. Но вопрос вот чего. Ну, не пожилые. Ну, типа вот меня там. — А, ну, родители. — Я не чувствую себя пожилым сильно. — Так. — Но вопрос вот в чем. Я думаю, что дочь гораздо больше за них переживала, чем они сами за себя переживают. То есть она хотела, чтобы им кто-то помог, а они… Правильнее было, чтобы дочь дала нам их координаты. Может быть, мы бы позвонили, проще было бы. — Может быть, именно это не нужно. — Может быть, не нужно, да. Я тоже не знаю. — Навязываться такой ситуацией. Понимаете? Ведь ситуация-то какова. Люди приехали, да. Надо каким-то образом жить. Кушать, кажется, нужно несколько раз в день. За жилье нужно платить, за все остальное также платить приходится. Деньги для этого нужны. Нужны эти работы. — Они снимают одноком ванбедером квартиру за 1600 долларов. Вот без того, чтобы быть в социальных разных программах. Вот просто на рынке. Я понимаю, что есть программы, где можно за половину, но это нужно туда попасть. А вот так. Это нормальная цена? — Я вам скажу, что для «Конкорда», для «Конкорда» именно, это безумно дорогая цена. Мотивация, почему я так говорю сразу. Первое. «Конкорд» — это относительно небольшой городок, если можно так говорить. Небольшой. «Волновскрик» — небольшой, а «Конкорд» — намного меньше. Это раз. Но дело в чем? Это эмоциональный подход. Более реальный подход. Моя далекая родственница жила здесь у нас, в Сан-Хосе, вдвоем с мужем. Они снимали тубедерный, не снимали, у них был выкуплен тубедерный апартмент. — То есть, собственности было? — Собственности. Что они делают? Они продают этот апартмент и уезжают в «Конкорд». «Конкорде» они покупают, сразу выкупают за те деньги, которые получили за это. Они выкупили, не взяли в рент, а выкупили дом, там порядка трех или четырех бедрум, и плюс все остальное. Огромный сад, есть гостевая какая-то, пусть будет небольшая такая избушечка, как мы говорили в свое время, флигель. И еще и остались у них какие-то денежки. — А давно было дело? — Это было, достаточно давно, это было где-то лет шесть тому назад. Но, ведь порядок цен одинаков. Там растет, но и нас растет, и здесь растет. — Я вам могу сказать, что Маунтин-Юз за 1600 они бы ничего не сняли. Маунтин-Юз и НГЛ вот тут таких сняли. — Конечно, спору нет. Это самые дорогие районы, самые дорогие регионы. Они бы за 1600 могли бы снять здесь у нас в Сан-Хосе. Так это же Сан-Хосе, вы меня извините. Однобедрумная квартира за два пожилых человека. Не нужно эту бедрум. Вполне достаточно. Однобедрум, по советским меркам, это двухкомнатная изолированная квартира. Это очень даже прилично для советских мерок. — Хорошо. Аркадий, давайте мы тогда, может быть, вот что сделаем. Давайте мы от ситуации этих двух родителей, значит, нашей зрительницы, перейдем к ситуации с пожилыми людьми в целом, постарше людьми в целом. Вот иммиграция для людей постарше. Иначе получится, что мы только про них, про них, а… — Нет, нет, нет. Просто это рассматриваем как пример. Как некая лакмусовая бумажка. Понимаете, люди приехали без языка. Братцы, это катастрофа. Это не значит, что, то есть, все, завал, тушите свет. Но люди оказались в такой ситуации. Сами себя поставили в такую ситуацию, когда нужно день и ночь, день и ночь заниматься языком. — Работать и где-то на работе, чтобы денежку зарабатывать и заниматься языком. Элементарная вещь. — Я извиняюсь, а была альтернатива, вы считаете, у них? — Бесспорно. — Ну какая? Допустим, они узнали, что они выиграли гринка от лотереи. У них есть год, чтобы уехать. В 56-58 лет за год много не выучишь. — Ну нет, ну нет, нет. Можно очень прилично даже подготовиться. Нам нужно над собой очень много работать. Очень много работать, понимаете? Я беру вот себя, допустим, в пример. Самый себя любимого покажешь – это уже хорошо. Я знал, что я инвалид. Инвалидность у меня непридуманная. Я был убежден, что я приеду, я инвалидность получил. Что значит, я получу инвалидность? Это уже определенная почва под ногами. Я узнавал, сколько стоит жилье, сколько я буду получать по инвалидности. Я понимал, что вот этими деньгами я уже закрываю эту дырку. Я могу оплачивать жилье. Ну плюс тому дочка, внучка, супруга, каждый принесет какую-то копеечку в клювике в дом. Поэтому у нас даже на самом тяжелом, на самом тяжелом первом этапе материальном, у нас какая-то уверенность в жизни была. Конечно, первые месяцы мы приехали в 98-й год. Это был период, когда почти не давали, с большим трудом вернее, давали инвалидность. И все говорили о том, как мне здорово повезло, что мы в марте приехали, а уже в сентябре я получил инвалидность. Ну, вы рассказывали, что это не было легко. Это не легко. Это было не легко. Но мы ее получили. Сразу стало легче. А первое время, ребята, вы меня извините, это было тяжело. Я пытался устроиться на работу. Я пытался. Самое простое. Секьюрити. Единственное, что мне мешало, это моя палка. Да, аркад не ходит с палочкой. Да, у меня проблемы с двенадцатой ногой, поэтому я опорно-двигательный аппарат, как говорит, меня утверждает медицина. Вот. Поэтому меня не брали. Но при этом, нет, я, ребята, извините меня, вру. У нас есть на Хамилтон, перекресток Хамилтон и Винчестер, стариковский дом, высотка многоэтажная. И меня брали туда. Мне предоставляли там жилье непосредственно, секьюрити непосредственно на месте. Но условие-то было жуткое для нас. Это дается жилье для меня и супруги. А дочка, а внучка куда? Все, я был вынужден от этого отказаться. То есть, если бы вы были вдвоем, это был бы шикарный вариант? О, более чем. Более чем. Это субсидированное жилье и там все. Конечно. Это получалось очень здорово. Ну, опять же, ребята, я хоть как-то, хоть чему-то пытался учиться. Мало. Плохо учился. Ну, где-то какой-то, чего-то багаж был, все. Но, тем не менее. Корявый язык, но, тем не менее, меня уже готовы были брать. Почему? Здесь очень важно понимать еще и другое. Очень важно понимать, как ты себя преподнесешь. Интервью, которое я проходил, резюме, которое я написал. Дочка к этому моменту уже очень прилично, ну, на том уровне, она достаточно прилично говорила. Она уже вела нас за собой. Это хорошо, когда есть кто-то, кто может с тобой пойти, перевести, объясниться с врачом, там, я не знаю. Это замечательно, но... В магазине. Она, дочка, с первых дней пошла работать. И я вам объясню. Ситуация, которая, знаете, вот здесь такая поговорка, да? Трус не играет в пинг-форох. Так и здесь. Мы приехали. Я еще не получил машину. Ездил только на автобусах. Но я объездил, я в Джуки мне дали список субсидированных домов. Дали мне список стариковских домов, то есть где по особой программе идет жилье, выдается. И я каждый день, или почти каждый день, сумку на плечо. У меня там были расписаны все маршруты автобусные. И ехал везде и всюду, вплоть до сюда, в Монтевью, на Шарала. Я приходил. Аркадий, давайте я, может быть, просуммирую. То, что вы сейчас рассказывали, я из этого такой вывод делаю, что под лежачий камень вода не течет. Если ты уже приехал с языком, без языка, вот какой ты есть и какой ты приехал, значит, надо же шустрым быть. Ты не можешь сидеть и ждать у моря погоды, а надо двигаться. Я от себя скажу, а вы скажете, согласны вы или нет, что, в принципе, люди, которые подвижны, найдут невероятное количество всяких возможностей получить какую-то поддержку. Где деньгами, где там фудстэмпами, где просто едой, где, может быть, на работу. Об этом сейчас я буду рассказывать. Вот. Это отдельная программа. Все-таки мы говорим так. Вот люди живут. Ну, в основном у нас Россия, Украина, может быть, Беларусь, Казахстан немножко. Вот они там живут. Вот они или воссоединяются с детьми, или они грин-карт-лотерею выиграли, что сложнее, потому что их тут некому встретить толком. Вот. И вот как им быть? Да, вот. Или, скажем так, к чему подготовиться? Может быть, надо что-то понимать такое, что если ты не понимаешь, ты влетишь в какие-то неприятности, например. Ну, вот такого плана. Знаете, я еще один пример на себе личном приведу и дальше уйдем в сторону. Да. Значит, вот в этой ситуации, правда, я уже начал ездить на машине уже немножечко. Я с первых дней, мы в марте приехали, я с первых дней пошел в школу. English, second language. Второй английский, как второй язык. Да. И начал учить. Здесь очень важно, чтобы вы понимали все. Вы попадаете в класс, постарайтесь попасть в такой класс, где нет русскоязычных людей. И вас ситуация будет заставлять учить язык, а не отвлекаться на разговоры со своими бывшими. Отвлекают. Очень отвлекают. Давайте я тогда так просуммирую. То есть, вот как... Не стесняясь. Сухой остаток для тех, кто нас слушает. Если вы не говорите по-английски, или вы боитесь, что вы не говорите. Очень часто бывает, что они боятся, комплексуют гораздо больше, чем там на самом деле причин для этого страха, для опасений. Но если вы с абсолютно любым уровнем языка двигаетесь, особенно в такое место, как школьный дистрикт, они настолько привыкли говорить с людьми, которые вообще не говорят по-английски, социальные работники, они говорят на таком английском, что думаешь, это же неужели это английский? То есть, они говорят так, что понимают все. Поэтому, если вы не будете бояться, если вы не будете бояться, вы, несомненно, объяснитесь. Рядом будет кто-то, кто говорит по-русски, рядом будет... Еще раз, в больнице, где угодно, переводчик по телефону они подключат, там еще что-то. Нет такой проблемы. Здесь настолько привыкли к людям, которые не говорят по-английски, что вы разберетесь. Если вам нужно будет чего-то такое, поэтому не говорите себе, я туда не пойду, меня там не поймут, я там не смогу объясниться, вас поймут всюду. Абсолютно всюду вас поймут. Давайте, значит, возвращаемся к заложенной в программу теме. Чего людям надо знать? Может быть, чего-то надо остерегаться? Чего-то надо знать? Что им... Вы можете сказать такого, чтобы облегчило процесс последующий? Ну, в первую очередь, что еще хочу сказать. Первое, ну, не бояться языка, потому что иначе ничего не получится. Второе. Буквально с первых дней начинайте учить не просто сами по себе, по самоучителю или с каким-то там непонятным учителем, это все. Начинайте ходить в школу. Школы здесь, English Language, бесплатные. Более того, вам подберут расписание такое, как вам удобно. Это может быть утром, это может быть вечером, может быть днем. Школа здесь гибкая. И во всем наставать. А вы не считаете, что, например, если можно было бы пойти работать с языком, то это лучше, чем в школу ходить, если есть выбор между пойти работать на языке или ходить заниматься? Нет, это несомненно, это несомненно, что идти на работу, конечно, будет практика. Практика огромная, великое дело. Но пока вы найдете себе работу, я хочу сказать вот о чем еще. Резюме. Для того, чтобы составить резюме, особенно для получения первой работы, здесь нужно очень ответственно подойти. Я помню, мне-то не пришлось этого, слава богу. И супруге тоже так же не пришлось. Она преподаватель фортепиано, поэтому показываешь себя сразу. Что ты умеешь, что ты не умеешь, сразу видно моментально. Небольшой языковой запас и вперед. А вот другое тут уже сложнее. Я помню, как дочка моя, Иришка, да, первое резюме, как она готовила. Не просто. Поехали в книжный магазин, купили две или три книги по подготовке резюме непосредственно. Потом ее друзья начали, составила резюме, друзья начали корректировать это резюме. Переписывала несколько раз. Это более чем важно. По какой профессии она искала первую работу? Первую работу, когда мы приехали, это был подъем QA. И вот этот момент, да, это очень сложно было, первый шаг сделать, но сделала, сделала. Кстати, она училась не в школе Михаила, а училась, ой, Дели-Сити. Это Дели-Сити, это почти Сан-Франциско. И вот можете себе представить, девочка уходила в 8 часов из дома. И два раза в неделю она возвращалась в час ночи. Ну, конечно, мы не спали. Это где-то на дому, что ли, она училась? Я не помню, что-то здесь что-то было. Нет, 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 это не на дому, это там были какие-то курсы. Какие-то серьезные платные курсы. В 98-м году. В 98-й, 99-й, вот так. Да, я не помню, но... Нет, нет, вы можете поверить, что так оно было, так оно было. Вот, она там занималась очень много, нагрузка какая была. В то время было очень много репетиторов, которые прямо на дому там готовили, группки маленькие, там по 3, по 5 человек. И я на самом деле всех знал, кто там был, но не репетиторов, а школы. Я просто в Дели-Сити не припомню. Нет, 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 там преподавал Беленький. Фамилия такая? Да, фамилия такая. Не знаю. Его родители потом к нам приехали. Ну, не суть. Здесь. Ну, хорошо, выучилась и пошла. Это важно. Подождите, а если она курсы брала, что она книжки покупала, они бы ей должны были резьба сделать? Нет, Батенька, это... Пока она прошла эти курсы, кушать-то надо. Поэтому я вас спросил, первое резьба было на какую профессию? Я же вас это спросил. А самое первое собеседование это было в Кеймарке. В магазине. В магазин, ювелирное дело ее тогда взяли. И что, нужно резюме для этого? Нет, для этого резюме не нужно. Для этого не пугайтесь. Да, просто собеседование. Собеседование. Но, опять же, собеседование нужно уметь себе преподносить. Когда идешь смело, спокойно, уверенно, это одно. Запуганно, это совершенно другое. Ну, хорошо. Значит, все-таки мы остановились на том, что есть много курсов бесплатных английского языка. Хотя, надо сказать, что последние несколько лет там осложнения возникли, потому что бюджет урезали. И вот, если, например, вы хотите бесплатные курсы вот тут, где мы с вами сидим, в ближайшем окружении, так сказать, географическом найти, у вас будут проблемы с тем, чтобы быстро начать. То есть, это может там довольно долго ждать и так далее. Были бюджетные урезания. Может быть, я говорю, во-первых, о своем времени. Во-вторых, я говорю о Сан-Хосе. Это относительно недалеко отсюда, но на машине все близко. Ну, хорошо. Итак, люди приехали, я пытаюсь так, сухой остаток. Люди приехали, они должны быть, пошустрить дома, подготовить английский по возможности. Приехав сюда, они должны некоторую подвижность проявлять. Они не должны трусить, что там кто-то их не поймет. Это все вокруг языка тоже. Кто-то не поймет, кто-то не разберет. Это важные навыки. Особенно, если рядом с вами нет молодых, которые возьмут на себя с устройством жилье, бытовые какие-то вещи. Первый период самый тяжелый, конечно. Самый тяжелый период, конечно, первый период. С точки зрения попасть в тусовку. Вот приехали люди, вот эти вот в Конкорде. Ведь они на самом деле, если бы они, скажем, элементарно пользовались интернетом, элементарно, они могли найти громадные тусовки. И помладше людей, и постарше людей. Ведь тысячные группы в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, многотысячные группы. У них же машина есть, вот люди, да? То есть сегодня есть такое. Вот дочь пошла, купила две книжки по составлению резьмы. Ребята, сегодня не надо книжки. Сегодня ты идешь в интернет, там их тысячи разных, вот. С комментариями, с подсказками. С комментариями, с подсказками. Ну, кто понимает, допустим, у нас есть ресурсы. Я делал специально для этого. Но в конце концов есть другие тоже. Поэтому мир, конечно, сегодня другой. Хотя в 98-м тоже был интернет, но тогда не было такой массовой вовлеченности, вот как сейчас, вроде уже каждый в любом возрасте, там и бабушка, и дедушка, и все в интернете. Хорошо. Вот до того, как люди поехали, до того. Вот они живут там, я не знаю, в Харькове. Вот у нас из Харькова. И сидят и спрашивают, а шо, шо, шо надо? Шо работает. Шо, да. Вот шо. Сидя в Харькове, находясь в Харькове, язык уводим в сторону. Это аксиома, которая не требует ничего. Значит, что бы сделал я на вашем месте по состоянию сегодня? В первую очередь, я вышел бы на барабан. Baraban.com. Baraban.com, да. И, во-первых, почитал, что такое барабан, это тот сегмент русскоязычного интернета нашего региона, где русскоязычные люди предлагают какие-то услуги свои. Доска объявлений, фактически. Доска объявлений, грубо говоря, да. Понимаете? И здесь уже можно сразу искать себе какое-то применение. Вот, допустим, автомеханик, у которого я уже все почти 18 лет обслуживаюсь, Гена, да, он мне несколько раз говорил, Аркадий, если увидите, узнаете, приезжает человек, поднимающий в автомобилях, направляйте его ко мне. Нужен автомеханик. Пожалуйста. Это то же самое в интернете, на барабане вы можете найти. Можно английского не знать? Да, там уже вообще английский мне нужен только. Второе. Желой какой барабан. Наиболее популярным является в данной ситуации работа такая по уходу за пожилыми людьми, по уходу за детьми. И здесь вам будет предложена масса вариантов. Здесь варианты с проживанием. Люди приглашают и просят, живите вот с человеком, ухаживайте круглые сутки. Вы получаете деньги по уходу, 13-50 долларов в час. 13 долларов в 50 центах, я имею в виду. Если там количество часов... Страховку медицинскую? Да. Если количество часов превышает 35, а это бесспорно, безусловно, превышает 35, то вы получаете медицинскую страховку. Вы можете эти 35 часов набирать не на одном больном, ну, не больном, пожилом человеке, а можете на нескольких совокупно, чтобы было. Да. Но я вас хочу все-таки так немножко подправить. Это касается тех, кто с разрешением на работу. Это не касается тех, кто, допустим, думает, вот сейчас подавлю на политубежище, надо полгода как-то перебиваться. Вот то, что Аркадий сказал, не относится так напрямую. То есть, есть рынок на том же барабане, допустим, людей, которые готовы платить наличкой, но в данном случае, когда они ищут человека, они ищут такого, который имеет право получать государственные деньги. Так что, есть такое, да. Но это все-таки тяжелая работа, это не просто так. Мы поняли, то есть, можно заранее присмотреть себе место. Я хочу сказать, чтобы у вас не было иллюзий на этот счет, потому что люди, которые нанимают, хотят кого-то найти, если механики нам говорят, что вы как приедешь сразу к нам, это нормально. Но если хотят человека, который по уходу за бабушкой, он должен быть, ну, вот тут. То есть, ждать его еще 3-4 месяца. Вы можете это делать, там, скажем, за пару недель до поездки, может быть? Нет, можно и за месяц. Это уже второе, как определишься. Здесь небольшой комментарий к тому, что Миша сказал. Он правильно сказал, что на кэш работать – это одно, на чек работать – это совершенно другое. Вы, если приезжаете без права на работу, все равно вы можете сделать следующее. Работать вот так вот на кэш, по-черному, грубо говоря, да, и добиваться, добиваться права на работу. Я знаю людей, которые таким вот образом приезжали, добивались и получали это право. Под словом «добиваться» вы имеете в виду что? Вот я понимаю, если он подал на политическое убежище, у него через 6 месяцев будет там, через 7-8, право на работу от момента подачи. Но добиваться как что? Вы что-то другое имеете в виду? Здесь я имею в виду вот что. Здесь лоеры. Есть целая система лоерской поддержки. Так как я вот в прошлый раз когда говорил, я говорил относительно того, что есть лоеры, которые организуют и обеспечивают бесплатное получение инвалидности. Бесплатное относительно – это достаточно условно. С момента подачи вашего заявления, вашей аппликации на получение инвалидности, первый раз, как правило, не отказывать только тем, кто слепой, без рук, без ног. Со второго раза уже я получил… Нет, вы знаете, что? Я вот что хочу сказать. Я боюсь, что мы можем ввести в заблуждение людей, которые нас слушают, потому что есть такая мулька, знаете, среди тех, кто как бы толком не знает, откуда там, как это, звон там, да? Но слышали. Так вот, есть такая мулька, что в Америку приедешь, а там какие-нибудь адвокаты, они тебе все это делают. Деньги платить тебе все сделают. Но у нас публика более продвинутая, поэтому наша публика спрашивает, а как конкретно? Потому что все конкретные пути известны заранее. То есть, это может быть либо подали на политику, может быть брак с гражданином США. Технически это может быть даже рабочая виза, там, скажем, H1B какая-нибудь, но это не та ситуация, в которой мы находимся. Там пожилые люди, у них там языка нет, там того-сего. Никакой адвокат не поможет им получить разрешение на работу за пределами брака или политического. Я, например, не знаю ни одного пути. То есть, я за то, что если бы мы говорим адвокат, то мы должны перечислить, какие есть направления. Иначе получится, что адвокат найдет способ, потому что есть такие способы, что вот человека, который просто хочет получить разрешение на работу, вот просто ему адвокат, дай ему денег и все. Такого нет. В первую очередь, понимаете, я, когда приехал сюда, я был потрясен тем уровнем лжи, в котором мы плавали, в плане антиамериканизма. В 98-м году? В 98-й год и все эти годы до того. Так это Украина, это Харьков, это не Россия. И все равно там было, это было самое лучшее. А мне казалось, что как бы Украина должна быть гораздо более такой симпатизирующей страной. Сегодня, тогда это было не так. А тогда чего? А тогда, ну, а чего? Шли в русле. Мы в русле, в русле России. Но подождите, все-таки Россия, это страна, как бы с историей имперских амбиций. Они не любят США, потому что это ударяет по амбициям. У Украины нет имперских амбиций, ей-то чего? Ваша мысль такая, что люди, которые живут в постсоветском пространстве, российском, украинском и так далее, они вольно или невольно как бы заражены какой-то антиамериканской идеей за счет пропаганды, которая медленно, но верно как бы наш мозг, так сказать, стук разъедает. То есть приезжают сюда люди, а они уже антиамериканские настроены, так что ли? Безусловно. Более того, понимаете, мне, допустим, приходилось несколько раз, раза два или даже раза три некоторым товарищам говорить, ребята, вам здесь не нравится, все здесь плохо. Ну, какие проблемы? Да берите, делите в одну сторону и вперед. Поезжай, пушками отсюда не выбежь. Начинается... А плохо им что? Вот что именно им плохо? Им не додали? Может быть, они больше их ожидали получить или что? Нет, это люди, которые живут с повернутой назад головой. Только лишь другого не скажу. Они смотрят российское телевидение с утра до ночи. Ну, по-английски же они не понимают, да. Вы знаете, это было бы желание. Я понял, они индоктринируются вот этой ненавистью, которая там ложью вот этой. Ну, подождите, но если бы они, скажем, работали или как-то активно участвовали в жизни страны, это бы им мешало. Если у них полно времени, чтобы все это смотреть, они абсолютно ничем не заняты. Они разговаривают, общаются с такими же, как они, которые смотрят, это телевидение. То есть, они живут в какой-то параллельной цивилизации, и Америка для них, это вот только когда они получают свой чек. Кормушка. Кормушка, да, чек получили, и там к врачу сходили. Вот это, магазин. Вот это, собственно, их Америка, а все остальное они там. Но это же и понятно, на самом деле. Они же не могут сюда окунуться, они не могут стать частью этого, если у них языка, например, нет, и они изолированы. Я вам, знаете, что расскажу? Я не согласен. Они могут. Они не хотят. Мы как-то были со Светланой в Эстонии. Это было много-много лет назад, еще в СССР, на излете СССР, и в городе Пярно. И Света схватило воспаление легких, оказалось, в больнице. И там были люди в больнице. То есть, мы вдруг там получили возможность пообщаться с местным населением. И там были такие русские женщины простые, не эстонцы, тоже были. И там несколько заводов построили в разное время. И поскольку у эстонцев не было, чтобы там работать, их привозили из всего остального СССР туда на работу. И мы спрашиваем вот этих людей, которые там... Мы говорим, а что по-эстонски вы можете? Они говорят, нет. Мы говорим, а почему? Они говорят, ну потому что мы живем в городке, где все русские. Там построили эти хрущевки, мы там живем. Мы целый день на заводе работаем, и на заводе все по-русски. И телевидение мы смотрим, значит, из Москвы, и там все по-русски. И у нас практически нет возможности вообще выучить эстонский язык. Вы тоже можете сказать, что это ерунда, и все, кто хотели, все выучили. Я согласен. Я согласен. Но просто не располагает обстановку. Нужно специальное дополнительное усилие, чтобы пройти этот путь. Соответственно, эстонцы у них были фашисты. Они говорят, а это фашисты, это мы как бы соль земли. Вот этот конфликт, он тогда очень сильно был. Если бы еще 10 заводов построили, уже Эстония бы никогда не стала независимым государством. Но возвращаясь вот к этим людям, они живут, ну в конце концов, что им напрягаться? Ну пусть живут. Оно же мне не мешает? Или мешает? Кому не мешает? Вот те, которые здесь, которые антиамериканские настроены, которые смотрят российское телевидение. И замкнулись вот в этом вот во всем и все. Значит, я вам первое хочу сказать, что могут и хотят, это две большие разницы, как говорят в Одессе. Да. Я сюда приехал без языка, по сути, практически без языка. Я понял, что мне это необходимо, хоть на каком-то минимальном уровне мне это необходимо. Я занимался языком. Я занимался в школе, там где-то 4-5 лет. Потом начал заниматься в колледже. Получил гражданство. У меня уже какая-то уверенность была в руках. Вот спокойно себя чувствовал в США Security Administration. Нет, ну подождите, все-таки есть разные вещи. Одно дело, мы говорим людям, которые там. И мы говорим, вот вы готовитесь, вы едете, будьте осторожны с антиамериканизмом, там учите язык и так далее. Но, если бы вы сказали, допустим, если вы будете антиамериканские настроены, если вот это все, то вас не возьмут на работу, вам будут окна бить, вам подожгут там, я не знаю, почтовый ящик и так далее. Значит, вы говорите, ну вот, а я по-другому вижу мир. Ну, мы все по-разному видим мир. Значит, вам хотелось ходить, вам же хотелось ходить на курсы английского, а им не хочется. Вопрос в чем? Если им не хочется, они как-то пострадают из-за этого в чем-то. Очень морально пострадают. Так. Самым важным здесь будет ведь не то, что языка нет, общения нет. Общения нет – это одно. И самое здесь еще одно – полнейшая неудовлетворенность. Неудовлетворенность будет всем. Все будет напрягать, все будет неприятно. Вот такой вот настрой будет. Он будет подавлять с утра до вечера. Вы говорите, не могут. Не могут или не хотят? Вот с этим надо разбираться. Ну, если не хотят. Жизнь здесь. Из моих наблюдений за людьми постаршим. Мы приехали, мне было 35 лет, почти, мне не было еще, но было, приближалось. Потом родители приехали, потом, ну, в силу разных обстоятельств приходится общаться с разными людьми. Я хочу сказать… Да, есть же пресса, есть же еще пресса, которую читают люди, пожилые в основном по-русски. И там тоже материалы всякие. Доминировала такая линия, что Америка – это страна, в которой нет культуры. Потому что, ну, та, которая есть, она им недоступна, а вот той культуры, которая им, вот ее нет. Они фактически осчастливили эту страну своим присутствием. Хотя она этого не ценит. Они, никогда не работая и получая здесь какие-то социальные бенефиты, которых местные не имеют и так далее, они объясняли, что если бы не мы, значит, вот наши бы дети не смогли приехать, а наши дети, они, собственно, и содержат все это общество, значит, цветных и вообще в разных отношениях несимпатичных людей и так далее. То есть, это был такой слой, знаете, что тут сказать. Ну, вот такой. И я не знаю, наверное, их уже в живых никого нет. Все-таки про что там 20-25 лет с тех пор. Это был народ пожилой. Но, безусловно, если ты живешь вот в этом мире, то, конечно, тебе плохо. И все твои разговоры негативные, и люди вокруг тебя негативные. И, в общем-то, даже я не знаю. Я согласен с Аркадием в том смысле, что вот это вот негативизм, вот это вот он разрушает человека. Конечно, если он все равно смотрит, допустим, первый канал, то, может быть, ему правильнее лечиться у американского врача, кушать американские продукты и получать деньги, значит, в долларах там и так далее, чем, например, вот там, где он был. Наверное, это все равно удобнее. Да не доходят до того, что американскому врачу приходят, врач выписывает лекарства, а они бегут в русский магазин, покупают русские лекарства. И лечиться начинают то тем, то тем. И поэтому огромнейшая проблема со здоровьем появляется тоже. Бывают лекарства, они просто несовместимы. Люди во многом не отдают себе чуток. Русские лекарства тоже так многие без рецепта не купишь, это так уж прям. Ну, в аптеке что получают? У меня племянница, ее муж кардиолог, когда она была самая, он был кардиологом в Нью-Йорке. И она рассказывала, она в офисе тоже работала у него, и она говорит, что приходят люди пожилые и говорят, скажите, или там звонят, и говорят, скажите, вот если я приду там к доктору, там вот этому, что у вас в офисе дают? Она говорит, в каком смысле? Ну, как, говорит, вот в офисе у такого врача дают там кило гречки, если пришел на прием, в офисе вот такого-то врача дают курицу, вот, а у вас что дают? Она говорит, в нашем офисе дают возможность улучшить здоровье. Это Нью-Йорк, там особая песня, понимаете ли? Ну, хорошо. Не зря там многих из них посажали, и, в общем, там отдельная. А что же делать? Значит, что касается культуры, я хочу вернуться. Да, давайте про культуру. Значит, еще раз. Американская культура, да бездуховная, такие, всякие, ужас. Но, тем не менее, тем не менее, в театрах, почти в театре все полны. Что меня потрясло больше всего, когда я первый раз пришел в оперный театр Сан-Хосе, потом то же самое было в оперном театре Сан-Франциско и драматическом театре. Здесь русские, когда были спектакли, ребята, для инвалидов отдельные места, специально отведенные места, понимаете? То есть можно заехать на колески? Да, ради всех святых, пожалуйста, вам предоставят это. Когда вы увидели первый раз, как автобус инвалида поднимает и затаскивает? Ну, конечно. Правда? Конечно, невероятно. А, кстати, я-то увидел в 90-м году, в конце, в 91-й, просто мозг вышибается. Хорошо, давайте мы закончим вот чем. Поблагодарим Аркадия, который приехал специально к нам, чтобы с вами встретиться. Мы бы отвечали на вопросы. Ну, значит, если есть вопросы, значит, пишите в комментариях. Вы читаете же, да, комментарии? Да, бесспорно. Вот, значит, Аркадий там может ответить. И задавайте вопросы, потому что чем больше будет вопросов, тем больше у нас будет возможностей там сформулировать какую-то тему на будущее. Давайте мы тогда попрощаемся, так рукой всем помажем. Помажем, скажем. Будьте здоровы. Счастливо. Я могу дать свой e-mail адрес, чтобы... Я думаю, что вы лучше в комментариях там напишите что-то, а они увидят там ваш ютюбовский аккаунт и смогут вам написать на ютюб в личку. Все, ребята, счастливо. Спасибо всем, кто нас слушал. Хорошо. У меня только одна просьба. Да. Я после первого... После предыдущей нашей встречи было разное несколько откликов. В личку мне написали. И одна моя бывшая одноклассница вдруг написала мне такое. Из Харькова? Да. Из Харькова. Смотрит наш канал. Ну вот попала. А? Вот так. Она мне написала такое. Я знала, что ты пишешь стихи, но не знала, что ты так увлекся этим здесь. Прочитай что-нибудь и так далее. Хочу сказать, Тамара, первое. Стишок есть с собой? Стишок один я прочитаю, маленький, коротенький. Давай. Но хочу сказать так. На ютюбе, там есть Ольга Шоу, 2014 или 2013 год. Там два часа подряд, мой творческий вечер, я читаю стихи. Только стихи. Ольга Шоу? Да. Ольга Червякова, Шоу, я там, я уж не помню всего. Там можно прочитать. Ну, давайте образец поэзии. Одно коротенькое стихотворение и все. Как трудно быть самим собою, хранить достоинство и честь, не кланяться, не быть судьею, не разливать елей и лесть, не одевать фальшивых масок, не лгать, но спорить и молчать, быть одиноким в общем строе и чудака нести печать. Все. Да, друзья, как трудно жить. Вот я хочу заключить. Самое сложное быть самим собой, потому что так много всего на нас накладывает общество и родители и вообще все, кто на нас так или иначе влияет вокруг. Что люди, даже иногда вот им и не нужно, это вообще не нужно, но они уже не могут просто быть сами собой. Они постоянно в каком-то костюме, шлеме. И вот так. Давайте. Замкнули. Хочется как тост сказать. Так выпьем за то, чтобы всегда быть самими собой. Для этого иногда нужно выпить. Чтобы нам ничто не мешало. Счастливо. Все. Будьте здоровы. До свидания.